Приветствую вас, и, отвечая на ваш вопрос, нужно сказать так, что лучше то, что вам самой кажется наиболее правильным. Потому что общество, общественные взгляды, общественное мнение – это одно. Оно, по сути дела, преследует свою цель, свои интересы, свои цены, общественные. А вот то, что нравится вам, то, что для вас наиболее привлекательно, то, что для вас ценно – это другое. И в этом аспекте, что касается ваших личных отношений, случай желательно исключительно только себя. Потому что вам жить с этим мужчиной, вам с ним проводить много времени, вам делить с ним быт, делить с ним, собственно говоря, спальни, хозяйства, всю площадь, все. И нужно, чтобы он был таким, каким вы хотите, таким, каким он вам наиболее нравится. Поэтому в этом аспекте, то, что вам по душе, то, что вам больше всего привлекательно, то, что для вас наиболее правильно, ценно и есть верно, и есть лучше. Потому что кому-то нравится, когда любимый человек статусом выше, можно на него положиться, можно погреться в лучах славы и прочее. Кому-то наоборот, нравится, когда любимый человек, можно на фоне него побыть жертвой, лучшей и так далее. Но, есть одно «но». Вот вы говорите, что можно сказать про мужчину, что он пьянец и так далее. И знаете, это все хорошо. Вы можете выбрать того, с кем вам удобно, кем вам хорошо. Но подумайте, вот о чем. А если у вас просто, вот, твой муж такой плохой, да, как ты говоришь, что он ничего не делает для тебя, зачем мне это с ним? Для чего быть человеком, если ты его ругаешь? Вот вы готовы ответить на этот вопрос? У вас будет что ответить на этот вопрос? Себе хотя бы. Я же не говорю про людей. Себе. И если есть что сказать, если вам будет что ответить на этот вопрос, то дело ваше. Решать вам. Но, просто моя задача заключается в том, чтобы вы при любом раскладе, при любом решении, остались выигрыши. И если вы решите выбрать мужчину вот именно того основного, который мы вам посоветовали, то очень важно, чтобы вы были теоретически, морально подкованы. То есть, чтобы вы знали, что вы скажете, если вам зададут такой вопрос. Чтобы вам не было стыдно, чтобы вы не чувствовали себя неловко, например, и так далее. Поэтому, прежде чем выбирать такого мужчину, вы подумайте, ради чего, для чего вы с таким мужчиной будете. И если у вас есть хороший, четкий, ответ на этот вопрос, то препятствий для того, чтобы стремиться к тому, что нравится вам, что устраивает вас, я не вижу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.